Всем привет, дамы и господа! С вами Римат. Это выпуск шоу «Футбол у окна». Вы спросите, где окно? Вот оно. И всё, вот есть окно. Итак, это анонс первых четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов сезона 16-17. Я желаю вам доброго времени суток и поехали. Начнем с матча «Боруссия-Монако». Итак, «Боруссия» идет на четвертом месте в чемпиате Германии и борется за то, чтобы попасть в групповый этап Лиги Чемпионов в следующий сезон. А «Монако» идет на первом месте в чемпиате Франции и, скорее всего, тоже пойдет в следующий групповый этап Лиги Чемпионов. Итак, эфициенты таковы. На этот матч 1-70, 4-40 и 5-10. У «Боруссии» точно не сыграют основной атакующий полузащитник Марио Гелци, второй правый защитник Дурм и основной центральный полузащитник Кастро и третий левый полузащитник Шурли. А у «Монако» не сыграет второй левый полузащитник Баскилья и четвертый нападающий Карильо. Есть шанс, что у «Боруссии» сыграет основной опорный полузащитник Вайгель, второй атакующий полузащитник Кагава и основной левый полузащитник Роис. Так, в последних пяти матчах у «Боруссии» одно поражение отмечает 3 победы, 67% набранных очков. А у «Монако» одно поражение отмечает 4 победы, 80% набранных очков. Дома, но дома последние пять матчей «Боруссии» не примерно побеждает, когда как у «Монако» есть одно поражение в гостях. И, скорее всего, составы будут таковые. В «Боруссии» будут «Бюрки», защитники слева-направо «Шмельцер», «Сократис», «Гинтер», «Пищик», два опорных полузащитника Вайгель и «Роде», три атакующих полузащитника Роис Кагава-Пулишич и нападающий «Абамиянг». Но, скорее, возможно, что вместо Вайгеля будет играть Мерину, вместо Роиса Дембеле, а вместо Кагава выйдет Шахин. Но у состава «Монако» нет никаких проблем. Итак, скорее всего, каким будет состав «Монако» в воротах Субашич, защитники слева-направо «Менди», «Глик», «Жемерсон» и «Торе». Полузащитники слева-направо «Лемар», «Фабиньо», «Маутиньо» и «Силва». И два нападающих это «Баппе» и «Фалькао». Скорее всего, победит «Монако» по сумме этих факторов, но я бы болел за «Боруссию». И я буду за него болеть. Следующий матч «Ивентус-Барселона» коэффициенты таковы 2,65, 3,44 и 2,90. У «Ивентуса» не сыграет «Пьяца» и, возможно, сыграет «Манжукич», а у «Барселоны» точно не сыграет «Бускец» и «Рафинья», и, возможно, сыграет «Туран». В последних пяти матчах у «Ивентуса» одно поражение, одна ничья и три победы, 67% очков, а у «Барселоны» есть два поражения и три победы. 60% очков. Дома у «Ивентуса» 100% очков, 5 побед. А у «Барселоны» в гостях три поражения и две победы, 40% очков. И составы будут таковые, возможно, у «Ивентуса» вороток «Буфон», защитники слева направо «Алекс», «Сандро», потом «Банучи», «Ругани» и «Дани Алвес». Будут два опорника, это «Ринкон» и «Пьянич», три атакующих полузащитника «Стурару», «Дибала», «Квадраду» и нападающий «Игуаин». И каким будет возможностей «Барселона», как я его вижу? Вороток Терштейнен, защитники «Альба», «Пике», «Умкити», «Роберто» и три полузащитника «Гомеш» и «Нестер Акитич» и нападающий «Неймар» вместе с «Суарес». Тут, очевидно, победит «Ювентус». Да, и я бы сказал. Ты смотришь «Атлетико» и «Лестер», «Атлетико» идёт в третьем чемпионате Испании и, скорее всего, упадёт в следующую группу этап «Лиги» чемпионов, когда «Лестер», чемпион Англии прошлого сезона, до сих пор очень действующий чемпион, идёт на одиннадцатом месте, и завяз в середине турнира таблицы, и борется за то, чтобы попасть в первую десятку. Это очень плохо, и коэффициенты таковы 1.30, 6.30 и 12. Не сыграют у «Лестера» в «Арге» центральный защитник третий, и не сыграют капитана команды «Морган», тоже центральный защитник. Есть шанс, что у «Атлетико» сыграет «Врусалько», «Гайтанга», «Миро», «Моя» и «Тиаго». А у «Лестера» есть шанс, что сыграет «Менди». В последних пяти матчах у «Атлетико» две ничи и три победы, это 73% очков. У «Лестера» одно поражение и четыре победы, 80% очков. Но дома «Атлетико» играет одно поражение, 1 ничи и три победы, 67% очков. Когда у «Лестера» в гостях четыре поражения, одна победа, 20% очков. Но нужно учесть, что статистика при новом тренере гораздо улучшилась. И, скорее всего, какие будут составы? «Атлетико» в воротах «Облак», защитники слева-направо – «Филиппо Луиз», «Гадин Савич» и «Хуан Фран». Полузащитники слева-направо – это будут «Караско», «Коки», «Габи» и «Корея». И два подальших – это «Гризман» и «Торрес». И состав «Лестера» – это будут воротах «Шмейхель», защитники «Фукс», «Худ», «Бенелуан» и «Симпсон». Полузащитники точно будут два опорных – это «Нидиди» и «Дринквотер», слева «Грей», а справа «Морез». И два нападающих – это будут «Варди» и «Слемани». Да, и тут точно победит «Атлетико». Пуф! Мы нашли до этого «Бавария-Реал». Это… Они до своих «Чемпионов» на первом месте с солидным отрывом. И то, что подуследовавшие группой «Тайклик» чемпионов. Да, но нужно отметить, что эти команды в последние годы непременно попадают в полуфинал. И если одна из этих команд не попадет, то будет новый вариант. Либо очень скучно, либо очень интересно, потому что может победить любая команда. Так, коэффициенты таковы. 1.81, 4 и 4.7. У «Бавария» тоже не сыграет «Пеппиа». У «Баварии» есть шанс, что сыграет «Мюллер», «Нойер» и «Хуммельс». А у «Баварии» есть шанс, что сыграет «Варан». Последние 5 матчей у «Баварии» одно поражение на 4 победа – 80% очков. А у «Риала» одна ничья, 4 победа – 87% очков, но дома и в гостях эти команды играют очень хорошо, у них 5 побед 100% очков. И каким будет состав «Баварии»? «Нойер» в «Баварии» будет, возможно «Уллера» их, возможно «Нойер», но Карл Анчелёв сказал, что точно будет «Нойер». Защитники слева направо – «Алаба», «Буатенг», «Хуммельс» и «Лам». Возможно, вместо «Хуммельса» будет играть Хави Мартинес, но это не точно. Точно будут два опорных полузащитника – это «Алонсо» и «Тиаго». Три атакующих полузащитника слева направо – «Дуглас», «Кост», «Мюллер» и «Коман», но вместо «Мюллера» может сыграть «Фидаль». И нападающий «Ливандовский». А у «Реала» со «Савтаков» в воротах «Навас» защитники слева направо – «Марселу», «Рамос», «Варан» и «Карвахаль». Вместо «Варана» может сыграть «Начо». Точно будут играть «Казимиру», «Кросс» и «Модрич», и еще будут играть точно «Роналду», «Бейл» и «Бензима». Как бы я бы ставил на «Реал», но, скорее всего, будет ничья. Итак, резюмируем выше сказанное. Я верю в то, что и остальное то, что в следующий раунд, даже после второго противостояния, после второго матча пройдут «Барусия», «Юентус», «Бавария» и «Атлетику». В общем, всем пока!